МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В развитии систем водоснабжения Арцаха было выделено 1 миллиард 694 миллиона драмов. Эрдоган пригрозил начать новую военную операцию в Сирии. Путин и Меркель обсуждают американскую сделку века. Сирийская арабская армия зачистила от исламистов два поселения на юге Идлиба. Вчера вечером в Сегридском районе провинции Харберт в Западной Армении произошло два землетрясения силой 4,5 и 4,2 балла. После разрушительного землетрясения в Харберте 24 января произошло более тысячи подземных толчков. Землетрясение силой в 4,5 балла произошло в 2,32 по местному времени ночью. Второе землетрясение магнитудой в 4,2 ощутилось примерно через полчаса. Землетрясение зафиксировано на глубине 7 километров и ощущалось в центральных и прилегающих районах Харберта. Никаких подробностей о жертвах или разрушениях пока не сообщается. В горном селе Айденпинар в Самосате Западной Армении было найдено поселение, где совершались религиозные обряды в римский период. Хорошо видны в поселке, что известняковые камни были вырыты и превращены в залы. Предполагается, что на площади около 5 гектаров были найдены алтарь и церковь из известняка, где проводились религиозные ритуалы. 30 января городской совет испанского города Онтеньенто признал геноцид армян на основе петиции, поданной Армянским союзом Валентией Арарат. Об этом сообщается на фейсбук страницы посольства Армении в Испании. Городской совет Онтеньенто осудил беспрецедентное преступление, совершенное Османской империей против человечества и политику отрицания нынешних турецких властей. На заседании присутствовали представители Армянского союза Арарат во главе с президентом Араратом Гукасяном и представителем союза Лилит Мохасян. В 2019 году на развитие систем водоснабжения в республике Арцах из государственного бюджета было выделено 1,694,176,000 драмов. Как передает корреспондент Арцах Пресс, об этом заявил министр градостроительства Карен Шахраманян в ходе пресс-конференции. Он также отметил, что в рамках проекта введены в эксплуатацию системы водоснабжения нескольких сел и ведутся работы по строительству систем водоснабжения других сел. Президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган в пятницу вновь заявил о готовности Анкары предотвратить нападение в зоне деэскалации в сирийском Эдлибе, по версии которой в результате атак армии Сирии гибнут мирные жители. С таким утверждением турецкий лидер выступил в пятницу в Анкаре, трансляцию вел телеканал НТВ. «Если в Эдлибе не нормализуется, то мы перейдем к действию. Мы не будем стесняться делать для этого все, что потребуется, в том числе применять военную силу», — отметил Эрдоган. Президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель сделку века, предложенную американским лидером Дональдом Трампом по урегулированию Палестино-Израильского конфликта. Об этом сообщается на сайте Кремля. Владимир Путин и Ангела Меркель обменялись мнениями по поводу американского плана урегулирования Палестино-Израильского конфликта, говорится в сообщении. Детали разговора не раскрываются. На юго-востоке провинции в течение всего дня разворачивались ожесточенные бои между сирийской арабской армией и джихадистами вооруженной оппозиции. Твиттер-канал сообщал о том, что столкновения отмечались в районе населенных пунктов Луф и Аль-Хартмия. Под контроль сирийской арабской армии перешли деревни Тель-Суатер и Аль-Хартамия. Под контрольные исламистам интернет-порталы публиковали сообщения о потере сирийской арабской армии в живой силе и военной технике, которые, однако, не получили официального подтверждения. Фиксировались стычки неподалеку от города Джисер-Аш-Шугур, который находится на границе Идлиба и Латакии. Никаких данных о результатах вооруженного противостояния на данном направлении все еще не поступало. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню «Дзайн Маханчез» в исполнении Эдуарда Дарпиня. «Дзайн Маханчез» Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!